соединенные с камерой. Очень часто мне присылают заявки, где просто перечислены предметы, то есть будет микрофон и энкодер, а то, что он соединен с микрофоном, об этом забыли написать. В общем, это отдельная глупоукраинтима. Можно спросить, то, что в нашей заявке, допустим, когда у нас подают, то мы говорим, то есть есть прототипы, аналоги, и мы говорим, что от них мы отличаемся тем-то, тем-то, тем-то. Если, получается, вы тогда про дочерние заявки еще говорили, если это сразу, допустим, не прописать в первичной, то не будет ли возможно обойти этот патент тем, что добавит что-то и скажет, вот отличается. То есть как выделяется вот этот существенный момент, не обходится ли он добавлениями вот этим? Ну, понимаете, добавления только сужают заявку, то есть вы как бы уже нишу заняли, и в этой нише есть что-то, что с добавлением. А ниша-то ваше, то есть они вам должны заплатить за вас, а у них это используется. И, кроме того, используется еще что-то. Значит, они должны вам сначала заплатить вот за эту территорию, да? Вот смотрите. Ну, это то, как правильно написано вот эта вот сущностная вещь, вот первое, получается, вот то, что у вас тут пошло. Насколько она всеобъемлюще написана и не позволяющая ее каким-то образом обойти? Вообще, я вот часто Клейбс рассказываю, как территорию. Понятно, что вот когда территорию, мы хотим купить какую-то территорию, да, землю какую-то. Вот это вот занято одни разницы, вот это занято другим патентом, вот это вот занято дочерним патентом от этой, да, вот это вот еще одна. Вот, мы говорим, а мы хотим вот эту вот территорию. Один на траткминулую точку, у вас вот это вот пересекается с этим, а это с этим, а это вообще с двумя. Ну, ладно, извините, пожалуйста, я хочу это. Там исключение надо прописывать. Нет, вот вы как бы исключаете те стол, где вы на что-то наступаете или что отвечаете. И вот вы овладели вот этим вот, вот это ваш патент. И кто-то хочет добавить, кто-то хочет добавить, и еще у меня, кстати, вот там, я не знаю, там, ну, не знаю, то есть сложные формы, там. Вот, вот, у меня вот такой вот патент, это внутри вашего патента еще что-то добавлено. А, кстати, еще слева предпределана ручка. Вот. Это трехмерная. Да. И если она отвечает, если она трехмерная, а у вас было двумерная, это будет, это вы не покрываете. Я имею в виду, ваш рисунок должен быть трехмерный для того, чтобы... Да, наверное, наверное. Но именно вот, как бы, я хочу территорию, и хочу кусок поляны, где я не наступаю на чью-то территорию. Так сказать, надо формулировать эту формулу из Берсей. А, и вот этот кусок уже мой. И если кто-то делает внутри нее еще какое-то уточнение, то он наступает на мою территорию. Он должен мне платить ласк. Он должен согласовать свой дочарный, да, патент, как минимум, смутинянский? Да, да. Ну, скажите, про муцендию. Патент для патента. Да. Он согласовет. Можно я добавить? Да, да, да. Это очень сложный вопрос. Я хотел добавить именно к этой концепции, как стоит этот патент. Когда я видел, вот, Лобачевский, патент-департмент, сделали заявку для российской уникальной технологии, идеи, это какой-то патент, очень грубый, можно сказать. Это какая-то заявка для собрания Москва. И много людей спросили мне, вот этот, это можно получить какой-то бесплатный патент от университета. А зачем это еще международный патент или заявка международный? А почему это сколько дорого? Но если смотреть, это тонкость, какой это работает, и как позиция сделает этот патент, это именно самый важный здесь анализис, а кто уже занимался что-нибудь похожее, что здесь рядом, и как мы, можно, найдем именно уникальность между разными конкурентами или разными компаниями, у которых уже есть патент на эту идею. Это гораздо глубоко профессионально работает. Это совсем другие уровни маркет-ресерч и анализис, и оценка этой технологии. Или просто заявка для Москвы, но это, понятно, очень простое и недорого. Но международный патент, это совсем другие уровни работы, потому что это реально поддерживает, как если это экран сотовый, это другие компании не будут судить против. Понятно, да, я не знаю, как объяснить, но это большая разница между просто заявкой... Это огромный пласт, что надо объяснять для разницы. Надежда, а может быть, у предварительной заявки есть публикация? Это не обязательно. Да, это не обязательно, но если она есть, и она есть в международном журнале, то фактически есть 12 месяцев, чтобы никто не мог фактически на эту территорию войти. Нет, 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 как раз наоборот, как раз можно, как раз вот это, вы берете на себя риск, вы берете риск, то есть кто-то может подать, кто-то может подать патентную заявку раньше ВАРС, поэтому, хоть вы и рассказали, но вы потом можете показать, что вот... он основывается на наших результатах, то есть это не является запретом на подачу любой заявки? Нет, но это является аргументом, если вам откажут на основании чьей-то заявки, которая вышла... А, вслед... Понятно. Вот еще у вас появится, что было? Вот вы нарисовали вот такой вот чудесный спиннер, там, спиннер рисовали, да? Такой спиннер рисовали, естественно, вот какой-то кружочек там выгородили. Вот если кто-то вот действительно возьмет, вы нарисовали свой патент, уточняющий, ему дадут? Скорее всего, если он подаст вот этот вот патент на уточнение вашего патента, скорее всего, ему откажутся словами, что существует вот этот патент, вы на него наступили, и то, что вы предложили, например, охлаждение с помощью жидкого азота, ну, это такая вот очевидная вещь, которую используется вот в этом. Но неочевидная тогда... Дело в том, что, если это неочевидная вещь, любой патент – это комбинация известных вещей. Единственное, что делает его патентом, это неочевидность. То есть вот как бы... Ну, да, у него как-то есть изобретательский уровень, но в рамках вот этого изобретения. Если оно действительно неочевидное, то и вы об этом никому не писали в своем варианте, да, он получит этот патент. Ну, а это должно быть реально... Ну, реально совсем неочевидно. Это фактически новое что-то изобретений, то есть это отдельный патент. Да, да. То он действительно находится вот в рамках вот этого маленького спинера. А если бы у этого зингера иглу бы развернули, и она бы снизу ходила, было бы новшество или нет? Ну, я не помню, как у зингера это... Нет, у зингера она сверху ходила игла. Я думаю, что да. Если бы развернули, и ходила бы снизу. И функционально это было бы по-другому работало, то я думаю, что да, это было бы новое запретение. Я тоже на конце находил бы все запретиться на вопрос о том, что... Я ощущаю, что любой патент у нас в мире не существует... То есть, если бы он перекрылся, то сталкнуть маленький, чем просто он вверх ногами. Да. Но ты, в принципе, еще равно заполнил вот эту большую полянку, получается. Да. Кроме вот этого. Ну, как... Потому что... Дело в том, что мы любое запретение лепим из известных вещей. Любое запретение — это комбинация известных вещей. Нельзя. Если это неизвестно, то это феномен. Это феномен. Это открытие. Это неизвестение. Да. Это другое. Да. А все, что мы патентуем, — это известные вещи. И вопрос в том, насколько они неожиданны. Насколько они отличаются от того, что уже известно. Очень часто мы получаем отказ по статье 103. Что... Это наиболее частый отказ. Статья 103. Что ваше запретение является очевидной комбинацией известных вещей. То есть, вот если это небольшое улучшение к нашему спинеру, да? То будет отказ. И вам нужно как-то убеждать экзаменатор о том, что это не очевидно. Он говорит, нет, это очевидно. Для меня это очевидно. Все, до свидания. Вы не получаете пациента. Предположим, кто-то, как правильно сказать так... Ну, кто-то начал выпускать продукцию в рамках этой штуки. Ну, вот, значит, надо получать рецензию от владельца спинера. Вот сейчас у меня как раз этот кейс, когда мне написали сегодня... Компания продает эти краны. Ну, краны для воды, да? Кран включается. Смесители. 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 Ну, мы попадаем, но мы не сможем показать отличия. Да. А если, например, вот смеситель... Ну, не гайку мы поменяли, а поменяли... Ну, да. Вот тут и зависит. Не цвет поменяли, не гайку поменяли. А вот... А ведь смеситель порядка 30-ти вроде. Да, да. То есть надо вот что-то поменять, особенно если вы функционально как-то поменяли или еще что-то. Подстроили под определенное давление воды и вот такие вот вещи. Клапан поставили. А сеточка поставлена в ходе сеточки. Предположим. Это дает нам возможность выпускать весь смеситель с этой сеточкой? Ну, дело в том, что экзаменатор скажет, что ваша сеточка – это очевидное дополнение. Ну, каждый ставит сеточку. Это не является неожиданным результатом. Результат должен быть неожиданным. Я понимаю, что поставив сеточку, это приведет к таким результатам. А если... Ну, ладно. Вот это... Просто тут вопрос. Вот патентовать дальше. Вот застолбил ты вот эту штуку. Ну, о чем вопрос? И патентовать дальше, вот... Ну, застолбить поляну. Что здесь? Добивать, добивать, добивать всеми вот штуками, которые... Является конструктивной исполнительной. Да. У нас, например, в России иногда никто не удается брать решение из одной области и презентовать из другой области. Там еще это предложение предлагалось. Хотя они просто взяли за импульс, и предложили за импульс, и предложили за импульс, и предложили за импульс. И я их включаю в телевизор, правильно? А потом, оказывается, раз, и у меня этот же ремонт открывает дверь гаража. Это новое применение, правильно? Соответственно, с этим. Можно ли это запатентовать? Можно ли запатентовать устройство для открывания гаража, которое известно как устройство для... Нельзя. Нельзя. Потому что это устройство уже само по себе известно. А тот факт, что оно открывает гараж, просто авторы не учли и, ну, не досмотрели, не знали. Но что можно запатентовать? Метод открывания гаража с помощью устройства для управления телевизором. Это патентуем, сто процентов. Но не патентуем прибор. То есть, вот, здесь мы говорим аппарат и метод. Метод патентуем, аппарат не патентуем, потому что аппарат не действует. А если в области иноцентра, то есть, конечно, болезнь? Но, опять же, метод проведения операции или метод лечения чего-то. А если один запатентовал способ регулирования воды смесителем, а другой запатентовал внешний вид как дизайн крана, не нужно будет между собой не довариваться? Ну, то есть, это один сервис, да, сервис, включать в установку крана, крепеж какой-то и так далее. Внешний вид. Внешний вид. Нет, принцип действия крана. То есть, он разработал кран и описал его принцип действия и запатентового. Как способ, я не знаю, в принципе. Умеется в виду устройство, которое используется в определенный способ. Да. А второй способ запатентового и дизайн крана. Когда его произвёл, второй же жюри. Дизайн или устройство? Это дизайн и здравообразец, это внешний вид. Нельзя будет, потому что дизайн, когда регистрируют дизайн, смотрят все, включают патент. Надежда, предположим, что на верхнем уровне у экспертов возникает проблема. Эксперт по-нашему, по-русски, это бывший специалист. Он так эпидемология переводится. Бывший специалист. И предположим, что этим бывшим специалистом является ныне покойный Жалец Иванович Аркёр. И он проверяет в своей области те же самые IT-системы или телефоны, которые мы используем сегодня повсеместно. Он, в принципе, изобретатель. Да. Так вот, когда этот эксперт делает заключение по тонкоплёночным поверхностям, в котором он, в принципе, сделал некоторые патенты, из-за которых получил, в том числе, и донорное искупление. Так вот, когда мы отвечаем изобретение и патенты от критерий изобретения и критерий на устройство и так дальше, разница с критериями открытия. Ведь открытие дают по тысяче и миллионам, значит, на одно открытие. Получается, патент на открытие... У нас нет никого в аудитории, у кого есть открытие. Поэтому этот вопрос не очень сегодня... Он исчез, да? Он исчез, да? Да. Слушайте, пожалуйста... Все это информация очень полезна для нас. Это западный опыт, но можно вернулось и говорить на русском языке родной и объяснить эту мирную систему – это здорово! Спасибо, что приехал здесь в Казань. Я надеюсь, я могу... Найдём возможность приглагать вам Нижний Новгород. Был очень рад видеть вас здесь. Спасибо, возможно, общаться с вами. Казан для меня был очень тёплый и я очень доволен с этой программой вечерей и сегодня. Последние вопросы. Да, последний вопрос. Я уволю на следующей встрече. Мерик, как бизнес-ангел, как удобнее работать с изобретателем? Когда он уже оформил патент или когда вы это делаете вместе? Нет, нет, нет. В принципе, лучше совместный. Бизнес-ангел уровня. Мне это самое интересное, когда можно подумать об этом, работать уровнем университета и формулированных команд. Самый лучший бизнес-ангел, если университет собирается акселератор. Акселератор – это акселерация программ. Это не пассивный фонд, это не инкубейтор. Акселерация программ – это формулированная команда. Я интересуюсь, начиная работа с группами именно в этом уровне. Может быть, рано, чем прототип или рано, чем патент. Потому что, в мой опыт, можно подумать, где продает последний результат. Это вопрос, где этот рынок? Где потенциально будущий партнер будет, может быть, изменилась, какой вариант патент надо? Есть же некая опасность. У вас, мы знаем, у вас есть депутация. Есть такой же бизнес-ангел, который возьмет идею и зарегистрирует ее сам. Ну да, это бизнес-дьявол. Это тоже бывает. Это 100% вопрос бизнес-ангел. Это его личная репутация, и какой опыт, и репутация, и прошлый опыт. Вы для этого подписывали идеи с самого начала? Нет, в принципе, это не надо заниматься НДА. Много венчур-фонд и бизнес-ангел не согласны с НДА. Это сначала, это общаться, и это не вопрос технический. Я не интересуюсь совсем уровнем наук, который секретный. Я интересуюсь человеку, которого я могу поддерживать несколько лет. Я интересуюсь химическими отношениями, потому что это почти как свадьба. Надо здесь понять одну большую разницу между бизнес-ангел и венчур-фонд-менеджером. Бизнес-ангел интересует уже его позиции в жизни. Он интересует, найдем следующий Стив Джордж, следующий Дэвид Янг, следующий человек, который будет строить много крупных бизнесов. И я хочу поддерживать, когда этот человек более молодой. И я могу тоже, рядом будем звезда. Это мой эго, это интерес. Будем изменить мир. И мои деньги, я могу инвестиции 5-10 в проект, и половина абсолютно банкрот. Но если один проект успешный, я понимаю, все деньги будут вернулись мне, на которые я в прошлом инвестировал. Венчур-фонд-менеджер интересует менеджерный риск. Когда я руководил фонд ИБРР, 50 миллионов долларов фонд, это не мои деньги. Я был менеджер, это деньги Европейский банк. Поэтому я риск-менеджер. Я понял, моя компенсация, у меня зарплата, и у меня называется carried interest. И это, если фонд прибыльный через 10 лет, у меня процент это прибыль. Это моя мотивация. И этот прибыль от 10 лет, это может быть 2 или 3 раз больше, чем мою годовую зарплату на это все время. Поэтому у меня мотивация долгосрочно, портфолио будет прибыльным. Я не интересую игру или просто строим дружбу, а бизнес-ангел интересует поддержку. Поэтому я сначала не эксперт по наукам. Я не буду спросить, какой вопрос по компьютеру, который секретный. Я интересую, человек есть вид, человек есть какой ум, и он может руководить командой. Он слушает мой совет, или он какой головой, он не будет слушать совет. Если он слушает мой совет, это самые важные критерии. ответы? Ладно. Спасибо вам. Я должен... Я должен... Я должен... Я должен... Я должен... Спасибо. В США. В США. В США. Продолжение следует...